всем привет с вами ольга чернова моя городная азбука ой хотя мы продолжаем заниматься подкормками но сейчас хотела ответить на один вопрос уже два раза я вижу в сообщениях в комментариях вопрос нужно ли формировать то есть посынковать вот эти томаты черри и конкретно про черри оливку спрашивает одна зрительница что нет про нее никакой информации я сейчас расскажу ответ однозначно конечно ой ой смотрите какие пуговки ой 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 новорожденные черри с черри мне конечно можно обходиться хоть как я так и сказала вариантов очень много смотря для чего вы их выращиваете я сейчас отойду подальше я вам расскажу про эти почему такой густой сплошной стеной я вот про них уже рассказывала эти черри у меня не в огороде а видите в мешках и я их посадила для того чтобы сделать притеняющий занавес на окно вот видите они тянутся к окну и вот они такой сплошной должны занавеской потому что это южная сторона у нас тут полдня в обед очень очень жарко от этого нагревается комната я так придумала долго не мудрила думаю посажу к я черри пусть они сплошной полосой закроют все это окно конечно здесь мне чем гуще тем лучше и еще одна как один фактор из-за чего я сильно не придерживаюсь инструкции по формированию черри потому что мы обычно удаляем пасынки для чего для того чтобы оставшиеся кисти наливались чтобы у них увеличивался размер очень строго следить нужно у крупноплодных потому что если много пасынков оставим то будет много плодов но мелкого размера а черри мельче быть уже не могут они так маленькие есть по 50 грамм а есть вообще по 20 грамм так что я вот по своему опыту знаю у меня один раз были черри балконное чудо есть балконное чудо карлик а есть балконное чудо высокоросовый индетерминантный черри красный я вот его также только не мешках а в ящике высаживала и я его не формировала вообще то есть я не пасынковала ничего там не удаляла но я выращивала в коловой культуре то есть вот так кол был воткнут и все что там нарастало я просто колу привязывала и висели вот такие красивые грозди много 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 черриков они не меняются в размере они как и нижние кисти 20 граммов на основном стволе так и на пасынках они по 20 граммов все одного размера как шарики стандартные и поэтому я поняла что удаление пасынков не укрупнит размеры вот этих черриков они как есть мелкие так и будут мелкие поэтому их можно не удалять пасынки но тут есть одно существенное но не удаляя пасынки то есть вот выращивание без формирования она влечет за собой повышенный уход то есть если бы вы удалили пасынки все она одна бы вот это вот висела кисточка и они бы там наливались а так как пасынки будут вырастать они же будут выпадать куда-то вот с этого с общего пространства их нужно будет или опять так же я вот на шпалере ни разу не выращивала на веревках я не знаю вот куда будут деваться пасынки куда я их буду девать которые будут вырастать снова то ли их тоже подвязывать на крючочки или как-то в коловой культуре проще у меня там выросло 456 вот этих стволов которые стали все основными я их подтянула вместе связала и все и они вот эти кисти висят как здесь я буду делать я не знаю вот это вот видите висит это уже пасынок это уже не основной как его туда подтягивать я не знаю но когда я на коле то же самое также все подтягивала и не пасынковала но во многих на многих пачках на черри и на эндотерминатных написано ввести в один ствол удаляя все пасынки конечно тогда будет и пространство больше и как-то выглядеть будет наверное лучше но это я считаю что удалять пасынки или нет у томатов черри это выбор каждого из нас на каком расстоянии мы посадили если у вас густо они высажены конечно нужно удалять тогда будет идти она в одну нитку и все будет красиво хорошо про черри оливку я скажу так да она невысокая и я в прошлом году я же выращиваю в коловой культуре я ничего у нее не удаляла у нее сколько выросло там вот 4 5 пасынков укрупнились и стали такими как ну наравне с основным стволом я все подтянула и так же вот как в предыдущий ну как за за прошлый год у меня был опыт в школовой культуре они так у меня и росли вот что будет с выращиванием на веревочках вот на таких я не знаю потому что очень очень много образуется новых каких-то ответвлений и каждый старается стать основным стволом конечно если будет у меня здесь загущенная посадка если будет много лишнего я что-то уберу но один ствол у черри даже у индетерминантных я никогда не оставляю ну два три потому что когда два три ствола он более декоративен более вот этих много кисточек в одном месте они же тут на одном стволе на втором на третьем вот так вот стянешь они все кучами гроздьями везет мне нравится когда много и красиво и мне кажется когда два три ствола и урожай больше и главное что она им не вредит он же не не становится мельче потому что ему просто мельче некуда вот такой сумбурный ответ но это из личного опыта я не удаляю пасынки но вообще на некоторых сортах специалисты рекомендуют но мне кажется вы должны сами попробовать и каждый для себя решить нужна вам такая густая лохматая черри или строгая стройная в один ствол и Субтитры создавал DimaTorzok